Каждую среду в студии телеканала Самары ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. С 15 октября по 14 ноября 2021 года пройдет основной этап всероссийской переписи населения. Какие задачи поставлены перед этим мероприятием? Зачем жителю Самарской области участвовать в переписи и отвечать на вопросы переписчика? Как ответить на вопросы анкеты онлайн через портал Госуслуг? И кто гарантирует информационную безопасность гражданина? В нашей студии Елена Морозова, начальник отдела статистики населения и здравоохранения территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области. Елена Владимировна, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я рад вас видеть. Итак, с 15 октября по 14 ноября 2021 года пройдет основной этап всероссийской переписи населения. Какие задачи стоят перед этим мероприятием? Ну, главная задача переписи, конечно, это собрать актуальные данные, актуальную информацию о населении нашей страны. Потому что на основе этих данных будет формироваться на ближайшие десятилетия социальная политика, которая будет проводиться нашим государством. И эти данные позволяют оценить эффективность проведения тех или иных мер поддержки населения. То есть, будут эти данные использованы для прогноза численности населения, детей. Ну, то есть, по большому счету, это, скажем так, тот массив информации, который позволяет, если я сейчас правильно понимаю, прогнозировать развитие не только экономики, но и всей инфраструктуры. Да, именно. И это, прежде всего, социальная составляющая. А почему социальная составляющая? Ну, потому что это население, сведения о нем, сведения об условиях жизни этого населения. То есть, у нас каждый блок вопросов в переписном листе, он нацелен на решение определенных задач. В частности, например, в зависимости от возраста детей, то есть, здесь мы можем планировать и рассчитывать количество необходимых мест в детских садах, в школах, количество больниц. Да, да, да. Наличие пенсионеров, то есть, предпенсионного возраста, значит, мы можем закладывать, что необходимые средства закладывать в пенсионный фонд. Наличие трудоспособного возраста населения, значит, необходимо планировать рабочие места. Да. То есть здесь... Или здесь можно планировать, например, развитие бизнеса, раз есть трудоспособные люди. Да. И это как вариант. Потому что здесь же спрашивают, и вопросы занятости затрагиваются, население. Вопросы миграции. То есть здесь все сферы затрагиваются. Очень большой блок вопросов. А какие, кстати, вопросы? Вот давайте вы сами начали уже. Итак, о чем будут спрашивать? Ну, это полвозраст, место рождения. Там 30 вопросов непосредственно. Ну, самое уровень образования, уровень владения языками. Как часто вы его используете в повседневной жизни, эти языки? Уровень образования, там новшество. То есть сейчас, если раньше у нас было как высшее образование, сейчас уже у нас разделение с учетом новых веней. Бакалавриат, магистратура, специалитет. То есть, ну, не считая уже те вопросы, которые мы можем получить только в переписи, это национальный состав, национальная принадлежность. То есть есть вопросы, которые получить, на самом деле, можно только в переписи. Да, только в переписи. То есть, да, у нас есть организации, которые занимаются, например, узконаправленная деятельность которых. Это пенсионный фонд, соцзащита, органы ЗАГСа, миграционная служба, налоговая служба. То есть они нацелены на решение конкретных задач. А вот именно общую такую информацию о населении не даст ни один реестр. Они не располагают всем объемом информации о населении. То есть вот на самом деле, вы сейчас мой вопрос предвосхитили. Я правильно понимаю, что вот без этой переписи невозможно собрать всю картинку, ну, например, о Самарской губернии. То есть невозможно взять информацию из ЗАГСа, из пенсионного фонда, сложить, посчитать и прикинуть, что у нас на самом деле... То есть так не получится. Не получится. Это получается, что это будет наиболее корректная информация о постоянном населении, проживающем в конкретном населенном пункте. Такую информацию мы не сможем получить нигде. И, соответственно, вы, по сути дела, сейчас ответили на тот вопрос, который я вам собирался задать, зачем человеку в ней участвовать, зачем отвечать на вопросы переписчика. То есть получается для того, чтобы... Ну... Та территория, где он живет... Она развивалась, иначе, понимаете, как, не будет динамичного развития территории, потому что если мы не будем знать о том, кто мы, какие мы, как мы живем, какие у нас условия, что нам необходимо для того, чтобы достойно жить, развиваться и... Ну, понимать, в какую сторону мы идем. Да, понимать, в какую сторону мы идем. Потому что от этого зависит и бюджетное финансирование каждого отдельно взятого населенного пункта, каждого региона. Это очень важный момент, ведь да. Это очень важный момент, да. У нас же подушевое финансирование, насколько я понимаю. Да, да. Исходя из этого, мы понимаем, сколько денег необходимо для финансирования пенсионеров, детей, системы образования. Да. Лена Владимировна, а вот на сегодняшний день в чем особенность этой переписи? Вот она чем отличается от той, которая была, если я правильно помню, ну, 11 лет назад? Главное отличие – это цифровой формат этой переписи. То есть сейчас, во-первых, предоставлена возможность заполнения переписных листов на едином портале государственных услуг, то есть, имея стандартную или подтвержденную учетную запись, мы можем спокойно зайти в любое удобное для нас время, даже прерываясь. То есть, если я сегодня, например, отвечу на часть вопросов, потом через день я приду, отвечу на другие. То есть, это очень удобно и безопасно. И, во-вторых, переписчики у нас сейчас не будут ходить с переписными листами. То есть, сейчас это идет планшетный компьютер. Все заполняется, переписные листы, на планшетном компьютере. Это очень удобно. Это очень быстро. И это очень быстро обрабатывается. Поэтому результаты предварительные, они уже будут известны уже в начале следующего года. Лена Владимировна, вот для гражданина России участие в переписи добровольное? Да, это добровольное. А человек может отказаться? Да, человек может отказаться. Это добровольное дело каждого гражданина. И, как бы, всю ту информацию, которую мы не получим по результатам переписи. Например, гражданин отказался, или мы его не застали дома, он не захотел по каким-то причинам переписаться на портале ЕПГУ, на портале госуслуг, либо не пустил переписчика. Мы это все возьмем из административных источников. Но, как показывают результаты предыдущей переписи, то есть, 10-го года, этот процент невелик. Где-то 2,5% населения отказалось. На самом деле. Да, то есть, где-то четверть из них отказались, а других просто не застали дома. В основном, у нас население, оно понимает важность и необходимость участия в переписи. И мы надеемся, что и в этот раз, в перепись 20-го года, люди проявят ту же активную позицию и примут участие в переписи. Так что это действительно необходимое и важное дело для страны и в целом для региона, и прежде всего для региона, в котором мы живем. Кстати, вот такой вопрос очень важный. Разделю даже его на два блока. Первый. Времена непростые. Вот как отличить переписчика от, ну, скажем так, подозрительного человека, который хочет к себе попасть в квартиру? Что должно быть у переписчика? Ну, у переписчика, прежде всего, есть жилет. Он у нее ярко-синий. У него там шарф, сумка переписчика с планшетным компьютером. Обязательно удостоверение, которое действительно при наличии паспорта. А, еще и паспорт. Обязательно. И вот это уже есть переписчик. Я просто объясню, почему. На самом деле, мы сейчас побоиваемся, честно сказать, пускать в квартиры посторонних людей. Ну, известный фактор. Приходят там продавцы всего на свете, и люди, честно сказать, боятся. Там человек пришел под видом кого-то, а после этого там продал какой-нибудь там супердорогой датчик. Ну, история-то известная. И второй вопрос. А вопросы безопасности, связанные вот с ковидом? То есть они все будут... Они, да, средствами защиты. У них будут обязательно маски, перчатки, то есть вот так. То есть у них все это будет? Да. То есть это все будет соблюдаться жестко и четко? Штат переписчиков на сегодняшний день сформирован. Кто эти люди? Ну, у нас штат сформирован. Переписчиком может стать любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации, ранее несудимый. Вот у нас штат, как бы, сформирован на 97%. То есть есть еще 3%, можно еще туда попасть? Да, можно. И у нас еще есть резерв, как бы, мы все понимаем. Неспокойное время, люди могут отказаться, заболеть. Всякие жизненные ситуации бывают. Поэтому у нас, вообще, у нас привлекается 5716 переписчиков. Это большая армия, да. И всех мы их обучим. И, соответственно, они будут работать? Они будут работать. Будет заключен с ними обязательно договор гражданского правового характера. Заключается договор это после прохождения обучения обязательно у нас. То есть они привлекаются с 15 октября. Обучение будет проходить 3 дня. И с 18 октября они уже приступят к опросу населения. И работают они до 14 ноября. Елена Владимировна, а сложно стать переписчиком? Я поясню, почему спрашиваю. Времена-то, на самом деле, ну, не простые. Вот это же можно подзаработать? Можно заработать. То есть здесь... Если у человека нет работы, то вот, пожалуйста. Ну, это очень удобно, то есть вы выполните работу переписчика в удобное, удобное для вас время. И самое главное, это выполнить эту нагрузку на переписчика. И стоимость, как бы, этого договора 18 600, то есть за 31 календарный день работы. И поэтому у нас, конечно, у нас очень много студентов. Ну да, это для молодого человека походить, поработать, побегать, что называется. С учетом того, что это планшетные компьютеры, они более мобильные и очень удобно для них и несложно. Но мы не отказываем никому, то есть мы обучим работу на планшетном компьютере любого, если есть, как бы, желание, если есть стремление. Конечно, главное здесь это доброжелательность к людям, умение общаться с людьми, ответственность обязательно, конечно. Ну, конечно, это же... И аккуратность, пунктуальность, ну, то есть и умение работать. Ну, то есть простые, на самом деле, в принципе, вещи, но просто нужно, вот вы правильно сказали, ответственность и пунктуальность, и аккуратность. Да. Еще раз, сколько? 18... 18 600. 600. Это до налогообложения? До налогообложения. До минуса налога на доходы физических лиц. В России с 1 по 31 октября 2018 года проводилась уже пробная, так называемая, перепись населения. Я когда готовился к программе, я как раз вот изучал этот вопрос. Главной целью этой переписи была отработка и апробация программы методологических, организационных и технологических вопросов. И вот для проведения этой пробной переписи было выделено 10 территорий. А в Самарской области там не было. Мы, соответственно, мы готовы вот к этой переписи, потому что как бы вот люди тренировались, а нас там не было. Нет, мы готовы. Тогда была возможность как раз вот, шла апробация переписи на едином портале государственных услуг. Мы тогда тоже участвовали в переписи, самостоятельно переписывались. И, кстати, жители нашего региона показали неплохой результат по сравнению с средним показателем по стране. У нас переписалось 0,91 процента, хотя по стране это было 0,82. И даже по ПФО мы опередили. То есть мы немножечко более, мы более, скажем так, активны, более, ну, гражданскоответственны, я бы так сказал. Да, да. Вот, и поэтому мы надеемся, что в эту перепись, вот непосредственно вот сейчас, которая будет проходить, грядущая, мы надеемся, что большинство жителей нашего региона именно заполнят самостоятельно переписные листы на едином портале государственных услуг. Мы просто, эта и сложившаяся эпидемиологическая ситуация, она к этому как бы способствует, или как это в целях защиты и от лишнего посещения переписчикам нас. Поэтому лучше всего, конечно, воспользоваться единым порталом государственных услуг, переписать себя и всех членов своего, своей семьи и домохозяйства. Ну, к тому же это и технологично, и удобно. Это очень удобно. Иван Зимович, кто будет, вот, ну, кого переписывают вообще? То есть всех, я правильно понимаю? Всех. Вот и младенцев, и пожилых людей, то есть всех-всех-всех. Да, мы всех переписываем. То есть у нас момент переписи населения, это 0 часов 1 октября 2021 года. То есть все, кто родился после 1 числа, мы их не переписываем. Не записываем. Нет. И все, кто умер, например, после 1, но был жив на момент, мы их переписываем. То есть он считается живой, потому что на момент 1 октября он еще был жив. Был жив, да. Мы его переписываем как живого. Это вот такая особенность статистики. Да, это как эффект моментальной фотографии получается. А, понятно. То есть это некий такой моментальный срез, моментальная фотография. То есть, соответственно, те, кто человек, условно говоря, родился 10 октября, 15 октября, начинается переписка, он пока еще считается, что его пока еще государство еще не видит. Да, его еще нет. Еще один интересный вопрос. Иностранные граждане, а что будет с ними, как будет с ними? Они вообще переписываются, не переписываются, учитываются, не учитываются. Если учитываются, то кем и как и зачем? Иностранные граждане, если они у нас прибыли в нашу страну до года, находятся на территории нашей страны с целью обучения, лечения, то мы их записываем, переписываем как временно находящиеся на территории нашей страны. У нас есть такой переписной лист В, мы вносим там всю информацию по ним. Но там она очень маленькая информация, там цель визита, из какого срока он находится у нас на территории. Те, которые уже постоянно, свыше одного года, мы их уже переписываем как постоянных жителей. Еще раз, то есть, значит, тот, кто живет до года, он считается временным? То есть, его, и про него, на самом деле, много информации не собирается? Не надо, да. Только цель визита. И те, кто живут постоянно, ну, например, студенты там? Студенты, они переписываются в общежитиях у нас по месту жительства, постоянного места жительства в общежитиях. То есть, мы их переписываем как постоянных жителей. Как будет организована работа, вот, ну, скажем так, в сложно доступных местах? Ну, например, отдаленные какие-то районы и прочие. Вы имеете в виду сельские территории? Сельские территории, да. Дело в том, что у нас каждый переписной участок, он изначально обеспечен всем необходимым. То есть, там транспортными средствами и средствами связи. То есть, если переписка необходимо доставить в отдаленное село какое-то, то есть, у нас будет, да, предоставляется транспорт. Соответственно, он туда едет? Да, он там туда едет, переписывает, его забирают и привозят обратно. То есть, это тоже входит в его, так сказать, то есть, ну, человек, который работает, то есть, для него, наверное, соответственно, норма, получается, будет поменьше. Она будет меньше, да. То есть, это все корректируется, потому что одно дело, допустим, походить по густонаселенному району, многоквартирному дому, и другое дело поехать там в отдаленную деревню, там, или куда-то в лес, где живет, допустим, там, лесник. Ну, да. Или переписать этого лесника, если у него, конечно, нет доступа в интернет. Ну, там доступ в интернет не обязательно, там же программа на планшетном компьютере, то есть, эта программа, ты вносишь туда все это, да, она остается на планшетном компьютере, а ты уже потом, когда он непосредственно возвращает на переписной участок, или там, где место есть, именно где есть интернет, тогда там происходит передача информации. А, то есть, он передает информацию. Да. Я правильно понимаю, что бумажные бланки вообще ушли в прошлое? Нет, они у нас есть, обязательно, они, будет минимальный запас бланков у каждого переписчика на случай отказа техники, либо, например, население, у нас же разные селения, может быть, кто-то откажется переписаться на планшетном компьютере, люди старшего возраста, они как привыкли переписываться на бумажных листах, они могут сказать, я не буду переписываться, хочу на бумаге, мы не вправе отказать человеку. Ну, там объем намного меньше. Объем вы имеете в виду? Ну, в бумаге. В бумаге? Да, в 10-м году где-то было в районе 200 миллионов бланков, а сейчас всего 20 миллионов, то есть где-то... В 10 раз уменьшилось? Да, в 10 раз. Вопросы аналогичные, то есть что на бумаге, что в... Да, аналогично все. А, кстати, такой вопрос, как религия, вероисповедание там тоже есть? Нет. Нет, то есть это уже считается личное дело? Да. И так далее. Вот, кстати, в этой ситуации, если говорить и о планшетных компьютерах вот с этой операционной системы, и вот если говорить об вообще переписи онлайн, вот о которой мы с вами... что мы сейчас с вами обсуждали, жители впервые могут отвечать на вопросы через портал Госуслуг. Вот это чисто технически как будет происходить? То есть можно зайти просто на свой аккаунт на портале Госуслуг, и там ты заполняешь некую анкету, я правильно понимаю? Да, там будет вкладка «Примите участие в переписи населения», там ты заходишь в нее и отвечаешь аналогично, как вот при вопросе в той же последовательности, как и на бумажном носителе. Единственное удобство, что ты можешь это, то есть не одномоментно заполнить, можешь это заполнить, когда тебе угодно. Ты начал там будет, и за этот месяц ты можешь постепенно заполнять эту анкету. А, то есть можно просто там отложить, потом опять... Да, ты там себя плохо чувствуешь или заняться какими делами, потом заполнить. Он как бы будет тебе напоминать, делать напоминание, что тебе необходимо закончить. По окончании завершения переписи, я имею в виду прохождение переписи на портале Госуслуг, вам придет сведение, что ваши сведения приняты Росстатом, что мы благодарим за ваше участие в переписи. Вам будет присвоен индивидуальный код подтверждения о прохождении переписи и QR-код на домохозяйство. И эти два кода, они будут, ну как бы эти, не два кода, но я имею в виду, они будут сохраняться в личном кабинете твоего пользователя, и в том числе они будут направлены по всем каналам связи, которые там указаны, на телефон, на почту, они будут разусланы. И там будут сохраняться до тех пор, пока вы их не удалите. Дело в том, что их необходимо будет потом предъявить переписчику, который придет к вам домой, о том, что вы прошли перепись на портале ЕПГУ. То есть вас переписывать не надо, вы уже все сообщили? Да, вы ему придете, скажете, я переписался, вот мой код подтверждения, он его сличает, спрашивает, действительно вы все переписались, может кому-то еще нужно переписать, и все. И, соответственно, дальше время на вас можно не тратить. Да, и времени не тратить. Вот в 2019 году в рамках подготовки к переписи населения проводилась работа по актуализации адресного фонда, и было определено точное количество домов в каждом населенном пункте. И там, например, в Удмуртии, я знаю, две новые деревни таким образом были обнаружены, которые вот раньше про них как-то не помнили. Самара у нас, я к чему говорю, у нас она очень активно менялась вот последние 10 лет. У нас, по сути, появились новые районы. А как у нас дела с актуальностью адресного фонда? Ну, у нас актуализация, как бы мониторинг по адресному хозяйству мы собираем ежемесячно. И, конечно, у нас оргплан формировался еще к переписи 2020 года. Произошли существенные изменения, особенно в Самаре. У нас идет очень усиленная застройка и точечная застройка, и целые новые районы. Да, да, да. Это включая и Новую Самару, которая на Красной Гленке. Это Коршлев, Южный город. Очень активно идет заселение. И особенно и Волжский район, там активно идет заселение. У нас построились 30 многоэтажек, которые заселяются. Конечно, все это будет у нас уточняться. Мы в курсе всего этого. Актуализация вот этих списков жилых помещений и квартир, включая численность населения, все это будет уточнено в предпереписную проверку, которая у нас будет проходить со 2 по 14 ноября. Наши контролеры как раз будут заниматься этой подготовкой для того, чтобы уже выпустить переписчиков, зная, куда они пойдут и сколько они должны переписать население. Елена Владимировна, вот как будет проводиться работа с армией, с местами лишения свободы? Спецконтингент. Да, назовем его так, спецконтингент. То есть, те люди, к которым просто так не попасть, как их переписать? В данном случае здесь будут переписываться силами тех, как говорится, организаций на территории, но в чем подчинение не находится. То есть, силами ГУФСИНа будет переписываться своих, в данном случае, лиц осужденных, находящихся в местах лишения свободы. Министерство обороны непосредственно будет заниматься военнослужащими. Ну, то есть, солдатами срочной службы, теми, кто находятся в казармах, и они на закрытой территории. На закрытой территории, куда доступ нам будет закрыт. Конечно, те городки, где открыт доступ, там будем переписывать мы. Ну, понятно, то есть, если офицер, он живет с семьей, как обычный человек, то мы его переписываем. Он даже может переписаться также на ИПГУ. То есть, он это тоже самое может сделать? Да, это любой гражданин нашей страны может переписаться, имея учетную и подтвержденную запись. Это очень легко получить, поэтому лучше сделать. Что вы считаете самым важным в работе переписчика? Важным? Ну, наверное, это комплекс каких-то, наверное, составляющих. Важное это желание работать и желание общаться с людьми, идти на контакт, и важно, как вот мы до этого говорили, чтобы он был ответственным человеком и очень внимательным и точным. Вот. Я считаю так. То есть, это чисто человеческие, да, с людьми общаться. Потому что, да, сейчас сложная обстановка, и эпидемиологическая, и люди как бы устали от всего, и нужно иметь терпение и быть спокойным, уверенным и открытым. И доброжелательным. И доброжелательным, да. Если человека по каким-то причинам не опросили, а он еще не пользуется порталом госуслуг, ну, он, например, пожилой, но он хочет о себе рассказать, вот что ему нужно сделать? Ну, либо дождаться переписчика, то есть, когда он придет, то есть, это период с 15 октября по 14 ноября, либо перейти на переписной участок. И там тоже у нас будут стационарные участки, где там каждый желающий, мы также перепишем его. А все адреса переписных участков, они будут потом чуть позже у нас размещены на сайте Самары Стат. То есть, там будет обязательно размещен адрес, режим работы и номер телефона. Ну что ж, спасибо за интересную содержательную беседу. Я надеюсь, что мы с вами увидимся вновь. А вам терпение, потому что у вас предстоит, на самом деле, очень непростой период работы. Вам же еще потом нужно подводить итоги. Да. А когда будут они подведены? Ну, предварительно они уже в начале следующего года будут. В начале следующего года? Ну, спасибо за беседу. Я надеюсь, что мы узнаем о том, как выглядит, на самом деле, Самарская губерния. И эта информация потом пойдет нам на пользу. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии была Елена Морозова, начальник отдела статистики населения и здравоохранения территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области. Удачи в делах. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин